Особые просьбы под личный контроль. Сегодня глава республики встретился с членами Новочебоксарского совета ветеранов. О такой встрече Михаила Игнатьева пожилые попросили на недавнем совещании в городе Спутники. Разговор о насущном затянулся на два часа. С какими проблемами сталкиваются ветераны? С подробностями Дмитрий Ковалев. Участники войны, которые сражались за Сталинград, Прибалтику и Москву, бывшие преподаватели, работники крупных предприятий, колхозов, военные, Многие сейчас стоят у руля местных советов ветеранов. В зале Новочебоксарского исторического музея торжественная обстановка. Святые от главы прекрасной половине. Хочется пожелать благополучия, долгих-долгих лет жизни и молодой души. Но за круглым столом ветеранов собрали не только в честь праздника. Есть вопросы, которые необходимо решать в первую очередь. Один из первых взял слово Иван Торин, участник Курской битвы, почетный член городского совета ветеранов. Пожилым, отметил он, уделяют недостаточно внимания. Чтобы решить бытовые вопросы, приходится обращаться в министерство, а других организаций они часто получают отказ. Ни одной копейки нет бюджетных денег. Как общественные организации, понимаешь, нас вообще как-то оставили в стороне. Хотя бы бюджет взял бы, понимаешь, на этот совет, понимаешь, хотя бы выделил бы на зарплату, хоть для чего. Даже бы поздравить днем рождения, понимаешь, что в совете ветеранов нет денег. Забывают о своих ветеранах и крупные предприятия. Бывший инженер одного из заводов Юрий Куликов говорит, что они уже давно не встречались с нынешним руководством. Вспоминают о пенсионерах раз в году, когда в честь Дня пожилых перечисляют на сберкнижки по 500 рублей. Поэтому я со своей стороны подскажу, чтобы в своих бюджетах на ветеранов определенные средства предусматривали. Сейчас вы говорите, 500 рублей вам дают, и как бы на этом все. И Леонору Щетинину беспокоят другие проблемы. В доме, где она проживает, необходимо заменить старые лифты. Но на это требуется огромная сумма, более 9 миллионов рублей. Жильцы просят помощи у местных властей. Говорят, один лифт стоит миллион, а монтаж лифта, ну, 500 тысяч, то есть еще полмиллиона. И получается 9 миллионов. Потом после проведенных конкурсов практически снижение цены всегда происходит. И по стоимости лифтов, и лифтов, и по установке лифтов. В настоящее время сформирован список домов для включения в региональную адресную программу капремонта. Согласно проекту республиканской адресной программы капитально-ремонтных квартирных домов, по данному МКД запланировано на 2019 год ремонт лифтов и лифтового оборудования. Бывший директор общеобразовательной школы Дина Петрова озвучила просьбы многих пенсионеров. Например, есть потребность в строительстве дома ветеранов. Сейчас на Учебоксарске нет даже отделения для временного пребывания пожилых. Мы рассмотрим этот вопрос, во всяком случае, о создании вот этого отделения временного проживания. Потому что в Новочебоксарске этот вопрос, да, он поднимался, он назревал. Дневное пребывание здесь есть. То есть вот центр нашего соцобслуживания, они собирают ветеранов, они устраивают различные культурно-массовые мероприятия. Почему льготные проездные билеты подорожали на 100 рублей? С этим вопросом председатель Совета ветеранов республики неоднократно обращался во всевозможные ведомства. Теперь это обращение взял на карандаш и глава региона. Руководителям города Михаил Игнатьев посоветовал прислушиваться всегда к пожеланиям старшего поколения. Медрик Валев и Сергей Рябчиков. Республика.